Санкт-Петербург давно и по праву считается основным центром сомнительных тендеров в области государственных закупок. В последнее время заметно, что все больше таких тендеров связано с гражданами Средней Азии. Например, местные власти продолжают выделять миллионы на спорные проекты по адаптации мигрантов и привлечению туристов из этого региона. Теперь к этому присоединился и местный университет путей сообщения, объявивший тендер на поиск студентов, однако исключительно из Средней Азии. Обсудим все это в нашем сегодняшнем выпуске. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Петербургский государственный университет путей сообщения имени Александра первого разместил на официальном сайте государственных закупок неожиданный тендер. Главная цель тендера – найти агентство, которое займется поиском платных студентов для университета. Оказалось, что университет сталкивается с нехваткой желающих обучаться платно. Допустим, с этим можно смириться. Но дальше идут конкретные требования к студентам, которые должны быть привлечены. Университет поручает агенту совершение следующих юридических и фактических действий от своего имени и за свой счет. Организация и осуществление набора и направления заказчику для обучения по программам высшего образования по выбранному направлению подготовки граждан из стран СНГ, а именно из Республики Узбекистан, Таджикистана, Киргизии и Туркменистана, сказано в документации. То есть университет ищет платных студентов, но исключительно из стран Средней Азии. Что будет, если агент приведет студентов из Белоруссии, Молдовы или Дальнего Востока? Все это выглядит достаточно странно. Что же обещают агенту? Согласно условиям договора, агент до 30 апреля 2025 года должен предоставить в ВУЗ от 20 до 180 среднеазиатских абитуриентов, которые будут учиться на платной основе. За эту работу подрядчик получит около 2 миллионов рублей. Но это еще не все. Договор также предусматривает, что подрядчик получит 10% от суммы, которую среднеазиатские студенты заплатят в ВУЗу за первый год обучения. На сайте университета можно найти приказ, где указана стоимость платного обучения для первокурсников из стран СНГ. В среднем обучение за год обойдется в 250-300 тысяч рублей. Предположим, что агент найдет 180 студентов. Тогда помимо 2 миллионов рублей он получит еще около 5 миллионов рублей в виде дополнительных выплат. Почему выбрана такая схема в тендерной документации не объясняется. Но выглядит все это как схема незаконного обогащения. Помимо прочего, стоит отметить, что ВУЗ на организацию тендера, подготовку документации, а также на проведение заседаний комиссии по выбору победителя тендера и дальнейшую работу с ним потратит столько времени и ресурсов. Что разумнее было бы самостоятельно найти нужное количество среднеазиатских студентов. Ранее петербургские чиновники объявили тендер на 40 миллионов рублей с целью привлечения туристов из Казахстана и Узбекистана. Вся эта сумма пойдет на ухаживание за среднеазиатскими туристическими агентами, без чьей помощи Санкт-Петербург не знает, как привлечь требовательных туристов из этого региона. В прошлом году в СМИ сообщалось, что абитуриентам из стран Средней Азии выделяют определенное количество квот на поступление в российские высшие учебные заведения. Так вот, люди сообщали о новых негласных тенденциях в государственных образовательных учреждениях. Учебным заведениям настоятельно рекомендуют зачислять от 30 до 40 процентов иностранцев из ближнего зарубежья. В качестве поблажек им предоставляется право на проживание в общежитии за небольшие деньги, а также возможность работать, несмотря на учебный процесс. При этом российским гражданам таких льгот не предусмотрено. И, по-видимому, с тех пор ничего не изменилось. Это какой-то позор, вот как это комментируют люди в социальных сетях. У нас были планы на обучение сына в этом университете, он с детства мечтает о поездах, но теперь мы понимаем, с кем он будет учиться, увольте. Нам и бесплатно не надо, а уж тем более за деньги. Теперь эта академия для нас непрестижная, точнее сказать, мусорная, комментирует Александр. Напротив этого университета у нас в Санкт-Петербурге располагается рынок, под завязку набитые азиатами и кавказцами. Студенткам просто страшно ходить, пристают. Набирают на специальности строительство мостов и тоннелей, еще 15 лет назад на эти специальности был недобор, а сейчас предлагают недоучкам идти и это проектировать. «Это мой город, и мой ребенок учился в этом университете», – пишет Ирина. Почему нет контроля за бюджетными деньгами? Понятно, что выиграет тендер подставная фирма и, возможно, на имя одного из детей ректора. А далее идет освоение бюджета обычной схемы. «Следственный комитет и Бастрыкин, вмешайтесь, пожалуйста», – призывает Станислав. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok